Хочу вам сказать, счастье любит тишину, поэтому не рассказывайте никому о своем счастье. Почему все так устроено? Я когда-то говорил об одном из, наверное, об одной из эзотерических тайн. Смотрите, как все устроено. Когда человек начинает всем рассказывать о том, что ему везет, о том, что в жизни у него все хорошо, то окружающие люди могут ему завидовать. И человек начинает думать, надо же, вот ему хорошо, а мне плохо. Вот ему хорошо, а всем вокруг плохо. Вот он выделывает, а всем вокруг плохо и так далее. Таким образом, и вот такой неумный и начинается. Это все создает ментальный образ и ментальные сети. Такие ментальные сети могут, знаете, как красивая картинка, об которую все вытирают грязь. Или красивая картина, которая без оболочки находится в музее, на нее садится пыль. И вот такая картинка, она засоряется. Вся наша жизнь это определенная картина. Если посмотреть на любого человека, он как в витрине создает, у него красивая душа, красивое лицо, красивое тело, красивая одежда, красивая жизнь. Он улыбается или у него красивые эмоции, он там из глаз случится это счастье и так далее. Но в случае, если человек всем начинает об этом говорить, то, может быть, эта красивая картинка, она может быть заляпана эмоциями чужими, которые немного негативны. И эта красивая картинка под этим слоем может немножечко утяготиться. Потому что любое счастье поднимает человека к небесам, а любое горе опускает человека. Так любая зависть, она может человека опускать. Не напрасно я говорю, что когда у вас счастье есть, и оно радостное, потом по чуть-чуть все исчезает, выполняйте практику, как будто вы вымываете, берете тряпочку и моете лобовое стекло. Помните, я рассказывал? Так и зрение, кстати, улучшается. Выполняется практика так. Берет человек, приставляет ведро, вмокает в него тряпочку, отжимает и представляет, будто перед собой зеркало, или не зеркало, а стекло лобовое, как будто в машине вытирает. И так несколько раз. Это грубо отмоет вам жизнь от мнений, негативных мнений других людей. А как же, допустим, еще одна такая идея? А почему тогда человек, который говорит о том, что ему плохо, у него не становится лучше? Тоже объяснение имеется. Когда человек говорит то, что ему плохо, то ему 100% не завидует. Но ему сочувствуют, утягощая его проблему. Каким образом? Точно так же. Человек говорит, мне плохо. Рядом человек, которому неплохо. Он говорит, ты знаешь, а вот Андрюше или там Петечке, Ванечке, Колечке плохо. И его жена там говорит, да, бедненький, что ж такое? Там еще кому-то рассказали. И получается одевание вновь ментальных сетей, которые для других людей это сформированный ваш образ, который отражается на временном континьюсе или континьюме, который в дальнейшем создает ваш образ в будущем. Таким образом, когда вы захотите выйти из того, что вам плохо, вам, возможно, могло бы помочь вера в Бога или вера в будущее, или вера во что-то, или там звезды и так далее. Но вот этот образ, который был создан предварительно тем, что вы бесконечное количество, огромному количеству людей жаловались, их сочувствие помешает вам вырваться из вот этих сетей вашего персонального образа, который сформирован вами, когда вы рассказывали об этом дополнительно чужим людям. Поэтому счастье любит тишину, радость любит тишину. Когда хотите что-то сделать, делайте тихо, так чтобы никто не знал. Когда вам плохо, молчите. Это одна из тайн эзотерики, которая называется знание работы ментальных сетей или ментальной энергии. Не напрасно, в народе есть такое понятие, вернее, есть такое понятие, которое ввел в свое время психолог Карл Юнг, которое называется ментал. Субтитры создавал DimaTorzok